Значит, сегодня наша тема довольно банальная, но нужная для каждого дня работы – это анализ мочи и оценка функций пучек. Нам очень часто приходят пациенты, имеющие проблемы с мочеиспусканием, уже влечившиеся в других клиниках, либо первый раз приходящие, поэтому, я думаю, всем это достаточно каждодневная, рутинная работа. Значит, что же по поводу анализа мочи? Ну, когда мы имеем таких пациентов, естественно, мы должны иметь в виду, что анализ мочи – это один из самых главных анализов, необходимых для оценки функций мочевыделения, поэтому нам желательно, чтобы в каждодневное рутинное исследование он входил, и, естественно, его собрать гораздо проще технически, допустим, для мониторинга, чем собрать кровь, особенно у нервных пациентов. Поэтому это достаточно простой и эффективный способ диагностики различных патологических процессов. Значит, когда же нам необходимо брать общий анализ мочи для того, чтобы проводить контроль состояния здоровья? Первое и наиболее, к сожалению, нераспространённое у нас сейчас – это диспансеризация. Диспансеризация необходима для того, чтобы выявлять ранние стадии заболевания, болезни почек, болезни нижних мочевыделительных путей, и желательно по международным требованиям проводить их у взрослых животных где-то два раза в год, ну хотя бы один раз в год. У животных после 5-7 лет – это каждый квартал для того, чтобы успевать отслеживать различные изменения по типу, например, микроальбуминурии, для того, чтобы проследить скрытые либо медленно развивающиеся изменения. Дальше. Естественно, мы должны брать анализ мочи при первичном поступлении. Почему? Если мы подозреваем у животного болезни почек, например, к нам обращается вялое животное с тошнотой, рвотой, например, то желательно, чтобы мы взяли у него общий клинический анализ мочи. Если к нам животное поступило уже обезбоженное в различные довольно тяжелые степени антигидротации, и нам тоже нужно обязательно брать анализ мочи. Если животное поступило с подозрением на отравление, конечно же, мы берем общий клинический анализ мочи. И анализ мочи нам необходим для мониторинга эффективности терапии, естественно, в зависимости от уже установленного диагноза, в зависимости от тактики нашей терапии, динамики заболевания. Почему? Потому что экскреторная функция почек достаточно сильно может варьироваться в зависимости от конкретного вида заболевания, степени его тяжести, например, отравление, например, эталенгриконом, или, например, гломероланифрит, пиланифрит. Либо это банальный идиопатический цистит, и нам необходимо быстро проверить, есть ли у нас динамика положительная в плане нашей примененной терапии. Поэтому за правило мы себе взяли три основных момента, то есть это диспансеризация, первичное поступление и мониторинг эффективности. Значит, по поводу техники забора мочи. Их существует, конечно же, несколько. Каждая имеет свои плюсы и минусы, не без этого. Ну, рассмотрим по порядку. Первый, самый простой способ получения мочи, это моча при естественном мочеиспускании. Вариантов тут тоже несколько. Может быть мочеиспускание на приеме животного. Если мы успели подставить тару, то можно собрать эту порцию мочи. Дома можно собрать мочу. Довольно часто это подходит для кошек. Либо для собак с уже хроническими циститами, когда животное писает довольно часто, по чуть-чуть, небольшими объемами. Сбор в новый лоток, новый продезинфицированный лоток. Либо сбор в наполнитель для сбора мочи. Это специфический наполнитель, представляющий собой пластиковые гранулы, которые не впитывают жидкость, но животное может в них совершать загребательные движения, которые характерны для кошек и маленьких собачек. И таким образом в комплекте идет пробирка для сбора мочи и пипетка. Соответственно, хозяева затем уже набирают пипеткой мочу, переносят ее в лоток. При таком способе сбора мочи, естественно, есть очень большие погрешности в получении результата. С чем это связано? Первое. При естественном мочеиспускании моча проходит все нижние отделы и собирает микрофлору клетки, стущенные петелия, которые находятся в мочевыделительном канале. Кроме того, у самцов туда еще попадает сперма довольно часто. Всеменение бактериальной микрофлоры. Это два. Если сбор ведется в лоток, то очень часто на качество анализа влияют химические реактивы и дезинфекционных средств, которые быстро могут поменять пашу, привести к выпадению различных артефактов солей. То есть нехарактерных солей, которых, в принципе, мы в моче можем не увидеть. Либо оно может поменять пашу. Эти соли, которые были в моче, они просто растворятся, например. Помимо этого, естественно, моча загрязняется чешуйками, пыльцой, если это на улице собирается, например. Моча загрязняется волокнами или волосами, может быть загрязнена фекалиями. Поэтому такой способ мочи, он, конечно, допустимый, особенно для рутинных обследований регулярных, особенно когда хозяин уже непосредственно дома проводит контролирование у животного анализа мочи по отдельным показателям, например, белок, уровень глюкозы и так далее в моче. Но для того, чтобы нам разобраться в истинных результатах, то, естественно, нам нужна моча более высокого качества. Следующий вариант – это катетеризация мочевого пузыря с целью получения порции мочи. Но что здесь можно отметить из плюсов? Да, конечно, это более чистый образец, но из минусов самый большой нюанс. Первое – постановка самого катетера. Довольно часто приходится животное сидировать. Естественно, катетер очень часто, особенно у самцов при прохождении через уретру, может повреждать слизистую оболочку, да и у самок тоже. Это довольно трудоемкий процесс по сравнению с другими методами забора. Требует, конечно же, навыков определенных, но я не думаю, что для вас это составит какую-то трудность, но тем не менее. Естественно, самая большая опасность – это занос микрофлоры на катетере уже в мочевой пузырь из уретры, и второе – это травматизация самой по себе уретры, особенно если есть подозрения на структуры, на новообразование, на дивертикулы, да. Поэтому данный способ получения мочи, он лучше использовать его для исследований диуреза как такового. То есть это суточный объем мочи, скриторная функция объемная, да, то есть сколько потребил жидкость и сколько выделилось, как бы, да. Но для качественной оценки мочи оптимальным золотым стандартом является метод уроцистацинтеза. В чем он заключается? Он заключается в том, что моча получается напрямую через прокол брюшной стенки. Для того, чтобы провести такую манипуляцию, животное… Во-первых, мочевой пузырь, естественно, должен быть хорошо наполненный. Животное нужно зафиксировать в боковом положении. Одной рукой необходимо отдавить мочевой пузырь максимально близко к брюшной стенке, для того, чтобы через прокол получить мочу. Значит, из минусов этого метода что? Необходимо иметь определенные навыки, да, для того, чтобы случайно не пунктировать кишечник либо какие-то другие органы, которые могут иметь смещение брюшной полости, например, там опущенная почка или что-то в таких вот пределах. Значит, естественно, моча, полученная уроцистацинтезом, она считается стерильной, она пригодна как для общеклинического анализа, так и для биохимических исследований мочи, так и для бактериального и микологического посева, что является принципиально важным, поскольку образец не загрязняется микрофлорой и не загрязняется посторонними клетками, как при естественном мочеиспускании и катетализации. Поэтому оптимальным методом выбора, нашим на приеме для получения мочи, особенно когда мы первый раз берем мочу, например, либо при каких-то там важных контрольных исследованиях, нужно брать синтезом. Что из минусов? Естественно, я уже сказала, что требуются определенные навыки. Кроме того, достаточно опасная процедура при сильном переполнении мочевого пузыря для того, чтобы не вызвать проколом разрыв мочевого пузыря. Поэтому сильно переполненный мочевой пузырь нужно пунктировать с большой осторожностью, не надавливать, не массажировать на него, просто его нужно префиксировать одной рукой, отдавить брюшной стенки не сильно и пунктировать быстро, сдвигая слои по диагонали. Стандартно, как при использовании Троакара, например. Для того, чтобы один слой закрывал другой. Спасибо, теперь буду знать. Нет, тут случайно открылся Яндекс.Поиск. Естественно, для того, чтобы провести сам цистоцинтез, мы готовимся по правилам асептики и антисептики, вырываем шерсть, обрабатываем операционное поле, обрабатываем руки, используем одноразовые стерильные материалы. И, в принципе, для того, чтобы забрать объем образца, нам достаточно будет в зависимости от размера животного от 5 до 10 мл мочи для, допустим, общеклинического анализа и для бактериального, например, посева мочи. Поэтому чем больше мочи возьмете на анализ, тем лучше. Но если вы уже будете менять шприц один на другой, то лучше так не делать. Возьмите сразу большой шприц, там десятку, двадцатку, это будет оптимальней. Значит, при каком наполнении необходимо проводить цистоцинтез? Ну, тут как бы я вам хочу два клинических случая показать. Я их уже рассказывала в предыдущей лекции. У обоих животных в данном случае есть подозрение на цистит, довольно запущенный. Но, как мы знаем, цистит у собак чаще всего имеет бактериальную природу, да, то есть это восходящая инфекция мочеполовых путей. Поэтому нам необходимо обязательно получать пробу стерильной мочи для общеклинического анализа, для бактериального посева. Так вот. Значит, первые кадры – это моча суки Чао-Чао восьми лет, которая жалуется регулярно на учащенное мочеиспускание, гематурию, постоянное беспокойство животного, плюс ко всему собака отопит. Ну, здесь вы видите, что мочевой пузырь наполнен достаточно слабо, несмотря на то, что животному в течение нескольких часов выпаивали активно жидкость, где-то около 4 литров воды было выпаиваемо, но на момент ультозвукового обследования было довольно проблематично взять мочу с энтезом, поскольку наполнение мочевого пузыря все равно оставалось недостаточным. Хотя мы видим довольно такую наполненность, но по сравнению, допустим, со следующим пациентом, я здесь однозначно могу сказать, что такой мочевой пузырь пунктировать опасно. Первое. Почему? Мы не можем переместить его достаточно к брюшной стенке. То есть нам будет требоваться игла более длинного размера, например, длины, что чревато ее попаданием в жировой слой и загрязнением анализа, собственно, жировой тканью и большим количеством подкожной клетчатки. То есть и плюс здесь сальник сразу располагается. Поэтому у такого животного необходимо дождаться максимального наполнения мочевого пузыря и только тогда проводить цистоцентез. Я понимаю, что это технически довольно тяжело сделать, потому что животное с данной проблемой постоянно-постоянно писает. У нее не удерживается объем на форме очень активного воспалительного процесса. А вот это животное – это немецкий док. Сука, три года. Значит, у нее мы тоже видим картину выраженного воспалительного процесса, но наполнения мочевого пузыря у нее достаточное. Хотя у нее имеется достаточно большое количество тоже внутреннего жира висцерального, но здесь мы имеем возможность этот мочевой пузырь зафиксировать недалеко от стенки, переместить сальник и таким образом провести пунктирование. Поэтому при проведении этой процедуры нужно обязательно учитывать упитанность животного и степень наполнения мочевого пузыря. Очень сложно синтез проводить у животных, имеющих комплекцию по типу бульдогов. Это мопсы, опять же, бульдоги английские, французские, у которых мочевой пузырь не всегда соприкасается с брюшной стенкой даже при сильном наполнении. Поэтому таких животных для того, чтобы взять синтез, потребуется, возможно, еще помощь ассистента для того, чтобы максимально переместить мочевой пузырь под место пункции. Дальше. Какую же порцию мочи лучше использовать и почему? Значит, обычно мы в своей практике не сильно заморачиваемся, когда нам лучше брать мочу. Но, тем не менее, во всех этих нюансах будет разница в качестве наших анализов и в дальнейшей тактике нашего лечения. Поскольку банальное, допустим, кормление, оно может привести, естественно, к уже некоторым ложноположительным, должноотвицательным результатам. Значит, по поводу забора мочи. Если у нас животное не имеет, допустим, инфузионной терапии, то довольно часто хозяева приходят с утра, пока они еще не погуляли с животным, то есть наполненным мочевым. И тогда мы имеем животное с большим объемом мочи, которое достаточно концентрированное, она насыщенная. Но нюанс состоит в чем? Если в такой моче есть уровень глюкозы, то есть мы подозреваем глюкозурию, то микрофлора, которая находится в кишечнике, за ночь частично, а иногда и полностью переварит эту глюкозу. И мы можем получить ложный отрицательный результат по данному показателю. Поэтому оптимально будет исследовать мочу, если нам нужен рутинный общеклинический анализ, использовать мочу, случайно полученную, например, на приеме, либо при естественном мочеиспускании, либо с эстетцентезом в идеале. Поскольку случайная порция мочи, она показывает конкретный состав в данный момент времени, и, конечно, она более оптимальная, если мы не хотим делать какие-то списания на погрешности, вот опять же, в плане глюкозы, то же самое, например. Потому что довольно часто это может нам помешать, особенно у животных с подозрением на сахарный диабет и другие проблемы. Моча после инфузии. Естественно, она не особо является информативной в плане общеклинического анализа. Почему? Это моча разбавленная, мы можем по ней только, опять же, оценивать и то с большим пересчетом эффективности экскреции почек. Более, в принципе, ничего мы там не сделаем, поскольку, опять же, мочеиспускание у животных, имеющих, допустим, стрессовое состояние, может, конечно, очень сильно варьироваться, поскольку некоторые животные испытывают спазмы, некоторые, наоборот, испытывают постоянное расслабление уретры. И тут анализ мочи для нас будет не совсем информативен. Поэтому оптимально это неинфузионная случайная порция мочи и желательно собранная не в начале мочеиспускания, а примерно где-то в середине мочеиспускания. Так, какие пробирки и что вообще мы используем? Для сбора мочи существует большое количество различной тары. Желательно, чтобы эта тара была стерильной, одноразовой, естественно. Есть специальные простые контейнеры с навинчивающейся пробкой для сбора мочи. Есть контейнеры, имеющие воронковидное расширение, с частичными фильтраторами для сбора мочи при естественном мочеиспускании. Мы стараемся брать мочу цистоцентезом максимально. Очень-очень редко используем катетеризацию. То есть, чаще всего применяем цистоцентез. И для этих целей у нас есть два типа пробирок. Значит, в нижнем углу это мочевая пробирка вакуумная, которую нам предоставляет лаборатория инвитра. Она содержит консерванты, которые позволяют моче совершенно спокойно храниться 24 часа до того, как она долетит в Москву и обработается в лаборатории. Значит, очень удобно в использовании, поскольку, еще раз говорю, не нужно отвинчивать пробку, вакуумная резиновая вкладка в пробке сделана, необходимый объем мочи засасывается автоматически за счет разрешения вакуума. И, в принципе, моча достаточно хорошо равномерно остывает, отстаивается. Значит, если мы проводим у себя исследование, мы обычно сохраняем мочу в полученных стерильных шприцах. То есть, если мы проводим общеклинический анализ мочи, не отправляем его в лабораторию, а проводим у себя экспресс-диагностику, мы сохраняем в шприцах в вертикальном положении не более 60 минут, поскольку потом наступает самопереваривание мочи. Далее, центрифугируем ее для того, чтобы получить осадок. Осадочную жидкость используем для определения с помощью тест-полосок, а осадочную жидкость микроскопируем. Значит, другая пробирка, которая в верхнем углу расположена, это пробирка, необходимая для бактериального и микологического посева. Значит, она содержит в себе такой стилет, который покрыт губкой. Данная пробирка позволяет напитать в себя объем мочи, она также содержит консерванты. После получения порции мочи губка быстро смачивается и помещается в пробирку. В течение часа желательно ее отправить в лабораторию. Дальше она идет на бак-посев и позволяет снизить минимум контоминации. К минимуму контоминации. Значит, какие вообще существуют методы исследования мочи? Значит, самый простой метод, который мы с вами каждый день можем использовать, естественно, это метод сухой химии, использование банальных тест-полосок, изготовленных из полимеров, имеют такие окрашенные квадратики, на которых нанесены индикаторные вещества. Значит, кроме того, данную полоску можно использовать как визуально, то есть оценкой на глаз, так и использовать в фотометрических анализаторах, где проводится уже более точная диагностика, согласно калибровке аппарата. Значит, у данного метода, естественно, есть минусы. Почему? Тест-полоска воспринимается глазом каждого человека достаточно субъективно, поскольку зрение у нас у всех разное, разная освещенность помещений, поэтому оттенки цвета воспринимаются по-разному нами. И в соответствии с этим мы не можем точно сказать, это или не это. Допустим, даже pH мочи или удельный вес. Плюс, что еще здесь отмечается, мы, естественно, не можем посмотреть осадок мочи, поэтому нам нужно отделять отдельную пробу, сохранять осадок для того, чтобы его дальше микроскопировать. Фотометрические анализаторы являются более точными, поскольку если тест-полоска у нас предела колеблется в районе 1 единицы водородного показателя, то фотометрические анализаторы делают более тонкую градацию до 0,5 единиц водородных показателей. Но, тем не менее, данные методы тоже не всегда точны, поэтому мы должны всегда иметь в виду, что даже использование тест-полоски на анализаторе просто фотометрическом не всегда показывает истинные значения. Более точный метод – это рефрактометрический, это использование мочевых рефрактометров, где идет более тонкая градация уже, немножко другой принцип действия. Ну и, естественно, такие анализаторы стоят уже в крупных лабораториях. Но если нам нужно, допустим, сделать быстрый анализ мочи, естественно, он нам этого не позволит, поскольку придется ждать какое-то время. В данном случае нам поможет тест-полоска, допустим. Помимо этого, какие еще исследования мы проводим? Цитологическое исследование мочи. Больше относится к самому осадку мочи, поскольку мы должны определить, какие виды клеток у нас располагаются в осадке мочи. Туда могут входить клетки различного эпителия мочевыводящего тракта, там могут располагаться клетки новообразований, там могут образоваться половые клетки, находиться половые клетки, это спермии, допустим, у кобелей котов довольно часто встречается. Даже при цистоцинтезе у меня довольно часто есть случаи, когда обнаруживаются спермии. Вот. Значит, помимо этого, естественно, важно это бактериологическое исследование мочи. Как я уже говорила, забор пробы ведется только цистоцинтезом, соблюдением осептики и антисептики, поскольку данный метод очень чувствителен к контоминации. Если вдруг мы получили пробу к капетерам, или при естественном мочеиспускании, в принципе, конечно, можно сделать посев, но здесь нужно проводить не качественную оценку, а количественную. В принципе, не что конкретно выросло, а сколько вообще чего выросло. Поэтому подобрать антибиотик при бактериологическом посеве мочи, взятой при естественном мочеиспускании, или катетеризации, будет практически очень-очень трудно. То есть, это нужно будет использовать препараты широкого спектра действия. Поэтому предпочтительнее выбор цистоцинтезом. Кроме того, важный это биохимический анализ мочи. Мы оцениваем показатели почечных маркеров, а также показатели электролитов, которые имеют принципиальное значение, особенно у животных, в которых мы подозреваем довольно тяжелые хронические, острые процессы и так далее. Плюс как вспомогательные показатели для животных с подозрением на патологию желудочно-кишечного тракта, естественно, мочу мы должны обследовать, поскольку она может иногда давать нам всякие неожиданные находки. Значит, что касается тест-полосок. Да, естественно, мы тоже используем, мы используем разные тест-полоски и с минимальным количеством показателей, это белок, ваш, тот же биосенсор, и максимальный профиль урискан, куда входит определение гемоглобина, лейкоцитов, значит, уробилиногена, кетона, билирубина, уровень глюкозы, аскорбиновой кислоты, естественно, плотность мочи, вот, поэтому достаточно много показателей. Так, следующее. Значит, ну, выглядят они примерно вот так, я думаю, они, в принципе, всем знакомы. Что мы здесь видим? Мы видим здесь градацию, опять же, по цвету, по изменению цвета, подбирается уже подходящий показатель. То есть, нам необходимо сопоставить полученные результаты, когда мы наливаем пробу мочи на данную полоску, и обязательно, когда мы это делаем, необходимо избегать затекания соседних квадратов. То есть, нам нужно налить настолько аккуратно, чтобы у нас моча взялась единым, как бы, блоком с помощью поверхностного натяжения, и не переливалась никуда, ни в сторону, ни вниз, как бы, то есть, не нужно наливать много мочи. Оценка результатов производится буквально за одну минуту. То есть, мы уже можем все сопоставить, посмотреть, записать эти показания. Но, что еще нужно иметь в виду? Если мы сдаем анализы на каком-то там оборудовании или тест-полосках, да, нам нужно для того, чтобы проводить мониторинг, сдавать все время на одних и тех же полосках. Почему? Потому что очень часто, и это нормальное явление, между оборудованием наблюдается крупная погрешность, то есть, инструментальная погрешность. И порой она доходит где-то до 20%. Поэтому, если вы взяли на обном оборудовании у данного животного и планируете его мониторить все время, то нужно все время брать на этих расходниках, на этом оборудовании. Потому что очень часто бывают такие ситуации, когда мы сдали анализы там, мы сдали анализы там, вот они в разных местах, вот у нас через неделю хуже-хуже, а потом оказывается, что это просто разные анализаторы. Если уж прямо заморочиться и сопоставить, то, по сути, показатели не особо-то и варьируются. Поэтому лучше, если вы все время пользуетесь услугами либо одной лаборатории, либо делаете какие-то минимальные исследования у себя на одних и тех же расходниках и анализаторах. Дальше. Микроскопия, осадка мочи. Ну, для этого нам, естественно, нужен световой микроскоп. Алюминисцентный здесь не обязательно требуется. Дональный световой микроскоп, набор стекол, центрифуга и проба мочи. Естественно, мы должны центрифугировать осадок. Недосадочная жидкость у нас идет для исследования биохимических показателей и других физических показателей мочи. А осадок уже используется для микроскопии прямой, без окрашивания, либо микроскопии уже с окрашиванием мочи. Значит, для окрашивания мочи, в принципе, мы используем набор Дифквик. Он достаточно универсальный, потому что им нужно красить все, начиная от дерматологических исследований, заканчивая пробами крови, например, на крови паразитов. Достаточно неплохие результаты, быстрый эффект. И самое главное – это правильно приготовить мазок мочи для того, чтобы его окрасить. То есть он должен быть и не толстый, и не тонкий. Как бы быстренько высушиться, зафиксироваться воздухом. Затем он фиксируется специальным раствором. Вот посередине, который расположен. И дальше уже проводится окрашивание по схеме, по стандартной. Потом можно проводить микроскопию на различных увеличениях. То есть на малом увеличении мы обычно микроскопируем соли, на более крупных увеличениях у нас идут клетки, артефакты и прочие там, допустим, пыльца, например. Значит, по поводу вообще исследований мочи в лабораторных у нас, мы пользуемся и витро-лабораторией в основном, достаточно широкий спектр. То есть начиная от банального анализа микроскопии, если нам нужны точные какие-то сведения, не экспресс данные, либо у нас кончились расходники, либо на смене доктор, который не делает этот вид исследования и так далее. Мы, естественно, пользуемся услугами лаборатории. Плюс изменения биохимических показателей тоже, такие как ГГТ-белок, креатинин, отправляются все в лабораторию. Довольно редко используем химический анализ уролитов, это удовольствие недешевое, но тем не менее, очень часто это помогает решить проблему некоторых животных, у которых уролитиаз непроходящий и PH-среды варьируется очень сильно, особенно это касается кобелей. Поэтому спектрометрический анализ, он оптимален в данном случае, если вы извлекли уролит и хотите знать, что же с этим пациентом делать дальше. Значит, что же входит в общий анализ мочи, что же мы должны сюда определять? Естественно, здесь у нас целый ряд показателей, которые говорят нам о том, какие функции может нам продемонстрировать моча. Начиная с самого простого, микроальбумин. Почему микроальбумин вынесен отдельно? Поскольку это важный маркер ранних стадий хронической болезни почек. То есть, определение микроальбумина может нам быстро подсказать, есть ли, собственно, уже нарушение, которое еще компенсируется. Когда мы с вами смотрим белок и при наличии белка в мочи, естественно, если это не белковый тип кормления животного в чистом виде, только белковое кормление, например, кормление одним мясом животного, то в норме белок, естественно, не должен присутствовать в моче. Если животное длительно кормит одним мясом, мы понимаем, что уже у него идет нарушение кальцифосфорного соотношения и элементарный гиперпаратериоз начинается, но как бы он какое-то время компенсируется, почка выполняет свою реабсорбционную функцию, и мы должны обязательно обращать внимание на уровень белка. Это очень важный маркер работы почек. Их вообще сейчас маркеров основных три. Это креатинин, мочевина и белок. Это относится что к моче, что к крови, биохимическому исследованию крови. Дальше, билирубин. Билирубин – это фермент печеночный, как и у робилиноген, и в норме. Тоже он не должен у нас присутствовать в моче, нормальный, как бы, да. Но, тем не менее, появление данного, как бы, показателя, естественно, не всегда может, являться признаком патологии, особенно у собак. Значит, у билирубинов есть, допустим, несколько видов, начиная от прямого, а так и связанного с гликуроновой кислотой. Поэтому не все виды билирубина растворяются в воде. Ничего в этом страшного нету. Мы смотрим только уровень билирубина, который прямой. Значит, у кошек билирубин никак не канигируется, и его реабсорбция, в принципе, раз в 9 выше, чем у собак. Поэтому, если у кошки обнаруживается билирубин, это однозначно говорит о нарушении функции печени, и нам нужно искать проблему печени. Значит, окрашивание, которое может давать билирубин, начинает с такого шафранного, с фисташкового, такого темного, может быть зеленым и бурозеленым цвет. Поэтому в зависимости даже визуально от забора мочи мы уже можем предполагать, что в этой пробе могут быть повышены показатели, допустим, билирубина. Значит, уровень билирубин образуется непосредственно из прямого билирубина, и он попадает в кишечник в составе желчи и частично реабсорбируется обратно в кровь. Естественно, окисление урубилиногена в моче, оно приводит к образованию урубилина. Ну, это такая маленькая справка. Значит, это, в принципе, отвечает за изменение цвета мочи при хранении. Вот у меня недавно был случай, когда был котик, мы взяли пробу мочи, моча была такого темно-желтого цвета, как бы там была выражена гематурия, но через 8 часов просто нахождение мочи, мы забыли ее выбросить, да, она стояла в холодильнике, моча стала такого ржавого, темно-коричневого, зеленоватого цвета, вот что, собственно, говорит о наличии урубилиногена. И да, действительно, он был подтвержден в результате анализа. У данного животного урубилиноген был. Кетоны. Кетоновые тела, их достаточно много, это ацетоны, это оксимасляные, это ацетоуксусная кислота. Однозначно, всегда это патология в норме, они не должны присутствовать. Первое, что мы должны заподозрить при наличии кетонов, естественно, это сахарный диабет, естественно, это длительная анорексия, это тиреотоксикоз, болезнь Бушинга, ну и такие болезненные вещи, как острый панкреатит, например. Значит, опять же, при содержании кетонов в моче, если есть возможность, допустим, улюхачий запах образца, то довольно часто бывает характерный такой кетоново-ацетоновый запах. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание, даже до получения окончательного результата. Дальше, аскорбиновая кислота. В норме аскорбиновая кислота, она постоянно вырабатывается клетками кишечника платоядных, поэтому с ней шутки плохи на самом деле, особенно в терапии. Ее отсутствие в моче говорит о уже глубоких нарушениях в плане окислительно-восстановительных реакций и антиоксидантного статуса животного. То есть в норме аскорбиновая кислота в моче должна присутствовать. Сразу скажу по поводу терапии. Я просто уже много-много пациентов колупалась, особенно собака-кошек, которым при мочекаменной болезни используют для изменения pH-среды аскорбиновую кислоту. Есть такой нюанс. Этот препарат при использовании его, особенно в ударных дозах, когда у нас любят колоть из расчета 0,2 мл на килограмм, он приводит к кратковременному закислению среды. Да, это закисление происходит где-то в течение 18 часов, до 24 часов в районе этого. Да, он дает эффект. Но, во-первых, этого недостаточно для того, чтобы растворить струбитные камни в том количестве, в каком обычно они присутствуют у таких животных. Это раз. Даже песок. Второе. Применение аскорбиновой кислоты далее уже, пока она метаболизируется, и на последующие дни терапии, а у нас обычно любят ее недели две колоть, приводит к сильнейшему защелачиванию. То есть сильнейшее защелачивание мочи, вот такой вот механизм, и мы этой кислотой делаем только хуже. Поэтому почти в большинстве случаев животных, которые получали дополнительную аскорбиновую кислоту, pH мочи сдвигалось в щелочную сторону, в сторону усиления образования мочевого кристаллодного осадка. Поэтому мы в своей практике, в нашей клинике, не используем этот препарат для изменения pH мочи. Мы стараемся пользоваться диетами для этой цели. И опять же мы объясняем владельцам, что диеты делают это мягко и, ну кроме агрессивных типа SD и Хиллз. И они растворяют каждую порцию максимально, насколько это возможно, за счет изменения pH мочи естественными способами. Дальше. Глюкоза. Глюкоза в норме, естественно, присутствовать не должна ни у кого. Если у нас есть хотя бы небольшое количество глюкозы, то однозначно подозрение на сахарный диабет, болезнь Кушинга и другие хронические болезни системы органов. То есть здесь мы, ну опять же, как я и говорила, здесь мы должны очень внимательно относиться к глюкозе в моче. Почему? Потому что если мы взяли мочу и исследовали ее слишком поздно, она еще и постояла у нас на столе при комнатной температуре, то примерно за каждый час ее процентовка содержания глюкозы падает где-то от 15 до 20%. То есть мы теряем глюкозу в моче, мы не можем ее зафиксировать, и потом, когда производится индикация, у нас получается ложно-отрицательный результат. Поэтому если мы подозреваем глюкозу в моче, то лучше нам для экспресс-метода использовать тест-полоски отдельно, с отдельной пробой мочи от этого животного, для того чтобы измерить уровень глюкозы сразу при получении мочи. И, естественно, у животного провести глюкометрию. То есть из-за пробы крови. Поэтому если мы неправильно храним мочу, естественно, мы теряем показатели. Дальше. Эритроциты и гемоглобин. Эритроциты, как мы помним, это кровяные клетки. И микрогемоглобин урия, она характеризуется содержанием в моче не более ста клеток в поле зрения эритроцитов. Поэтому окрашивание мочи в более интенсивные цвета, то есть когда наступается макрогематурия, здесь мы уже невооруженным глазом видим. Когда их менее ста клеток, мы можем видеть только скрытую кровь, которая выявляется в результате уже непосредственно анализа. Для чего нам это надо? Естественно, когда мы видим уже макрогематурию, то мы должны иметь в виду, что процесс заходит достаточно в тяжелую фазу, что фильтрации и обратной реадсорбции не происходит. Поэтому, естественно, степень нефропатии будет ухудшаться. И помимо болезни почек, здесь, конечно же, мы должны учитывать и другие поражения. Например, допустим, поражение гепатоцита, когда гемоглобин также может разрушаться и попадать в мочу, например. Естественно, очень тяжелым изменением качества мочи у нас сопровождается такое заболевание, как бобезиоз. Когда нефропатия наступает в результате массовой гибели эритроцитов, плюс различные измененные формы эритроцитов, например, акантоцинтозные эритроциты, могут говорить непосредственно о гломирулярной гематурии. То есть, когда мы проводим микроскопию и мы видим акантоциты, мы можем уже сказать, что проблема непосредственно гломировала. Это тоже важный диагностический лайфхак, который может делать каждый доктор на приеме. Помимо того, еще есть гипокоагуляционная гематурия. Она не связана с заболеваниями органов мочеводелительной системы, но, в частности, довольно редко не имеет для нас сейчас принципиального значения. Далее. Лейкоциты. Лейкоциты, повышенный уровень, это называется лейкоцитурия. Лейкоцитурия у кошек, например, не всегда говорит об наличии каких-либо воспалительных процессов. Но считается, что если лейкоциты до 300 в поле зрения, то это, в принципе, и не воспаление как таковое. Когда лейкоцитов более 500 в поле зрения, тогда мы уже можем говорить о лейкоцитозе. Значит, большинство хронических гломеролонефритов и хронической болезни почек, они у нас характеризуются диффузной инфильтрацией почечной паренхимы, агронолоцитами, например. Но такой процесс характерен и в аутоиммунном воспалении, когда происходит еще, кроме того, деструкция уже склеротизированных участков, что может происходить также на фоне приема глюкокортикоидов животного. Поэтому появление лейкоцитов в мочи не всегда связано с бактериальным компонентом. То есть для того, чтобы дифференцировать причину, мы, естественно, должны брать бак-посев. Опять же, довольно часто происходит аутоиммунное воспаление. Оно может выявляться даже в макокартине. Допустим, на ультразвуковом обследовании мы можем увидеть картину, допустим, той же самой пиелонефрита, но моча при этом будет оставаться стерильной. Можно провести цитологическое исследование, допустим, содержимое лоханки и так далее. Поэтому к лейкоцитам нужно относиться с большой натяжкой. Когда их много, конечно же, мы подозреваем, но нужно брать бак-посев мочи, особенно у собак. Особенно у собак. Липиды. Липиды, в принципе, у собачек в норме у нас не должны быть жиры. У кошек наличие жировых капель в моче является допустимой нормой, поскольку это связано непосредственно с строением и функциями цилиндрического эпителия высокого, находящегося в проксимальных канальцах. И нюанс состоит в том, что сами, собственно, эти клетки содержат липоцитные вакуоли и периодически выбрасывают капли жира. Поэтому наличие жира в моче у кошки не говорит о поражении. А вот у собаки говорит однозначно. Далее. Удельный вес мочи или плотность. Значит, по поводу данного показателя, это, в принципе, важный для нас диагностический показатель тоже, поскольку плотность мочи говорит о концентрационной способности почек, естественно, в норме. У кошек плотность мочи 1,030, 1,035, ну, до 1,085. У собак 1,015, 1,025. Но, естественно, все зависит от объема потребляемой жидкости. Я сейчас не говорю про мочу, полученную после инфузии. Это, еще раз говорю, отдельно. Далее. Значит, что можно сказать по поводу плотности мочи еще? Естественно, при использовании различных осмотических диуретиков плотность мочи будет снижаться. Поэтому на фоне применения данных препаратов мы всегда будем иметь гипостенурию. Поэтому нам необходимо будет учитывать этот показатель. Значит, и собирать большое количество мочи за сутки для того, чтобы сделать оптимальное исследование, если мы используем пациенту в диуретике до момента сбора данного анализа. Так, по поводу цвета и по поводу прозрачности. Значит, в норме моча сразу после получения животных должна быть прозрачной, иметь не слишком резкий запах. Кроме случаев, когда, допустим, это течная сука, например. У сука в период течки бывает изменение некоторого запаха и у беременных, естественно, животных. То есть, это что кошки, что собаки. Но в норме моча должна быть прозрачной, иметь такой соломенный насыщенный цвет у кошек. У собак она может быть от бесцветного до достаточно желтого цвета. Значит, у кошек иногда допускается мутная моча, но это должна быть не настолько мутная, чтобы через нее нельзя было прочитать текст на листе А4 белого окрашивания. Значит, изменение цвета и прозрачности, естественно, нам говорит уже о том, что у нас могут быть и как острые, так и подострые хронические процессы. Это раз, различные гематолитические процессы, наличие уролитов, наличие новообразований различных, да, с потерей клеточного состава. Кроме того, могут присутствовать в моче различные грибковые компоненты, которые могут менять цвет мочи. И достаточно часто цвет мочи меняется после применения лекарственных препаратов. Из таких красивых примеров, это, наверное, все видели, или применение циклоферона, после которого моча окрашивается в фиолетовый цвет такой яркий. Или после препарата Дарин моча становится почти такой же, как сам препарат, такого кирпичного красного цвета. Поэтому данные показатели тоже нам уже непосредственно в момент забора мочи уже могут говорить о том, что мы можем предполагать наличие патологического процесса. Далее. Ну, как я уже упомянула, удельный вес мочи варьируется. Значит, по наличию белка мы можем судить о наличии локализации, месте локализации азотомии, то есть это преренальная азотомия, постренальная либо ренальная. То есть вариант, откуда у нас исходит проблема, у нас, в принципе, по данным критериям уже дается какой-то ответ. Это мы можем подозревать, да. Поэтому данные показатели нам дают уже направление деятельности. По поводу пааш-мочи. В принципе, пааш-мочи у собак варьируется достаточно широко, то есть это от слабокислой до достаточно щелочной реакции. Но есть животные, которые более чувствительны к сдвигу пааши. Естественно, это индивидуальные особенности, то есть есть у меня несколько пациентов, у которых там сдвиг на 0,2 водородного показателя уже приводит к довольно тяжелым изменениям и выпадению, допустим, массивного осадка. У кошек предел колебаний в связи с тем, что это животные пустыни, засушливых местностей, он более узкий. Дву минуту. Более узкий и находится в пределах от 6,2 до 6,5 единиц водородных показателей. Все, что больше либо меньше, считается уже ненормальным. Опять же, поэтому если у наших животных есть такая проблема, то, конечно, мы не должны подгонять показатели нашей терапии под идеальные нормы, но мы должны стремиться, чтобы пааши выходили в эти границы. Есть животные, у которых никак не будут компенсироваться, и наша задача, чтобы их показатели не слишком критично падали и не слишком критично лезли вверх, но как бы ходили вокруг этих значений. Но не всегда это возможно, но наша задача к этому стремиться. Далее. Значит, по поводу исследования осадка мочи. Как я уже упомянула, естественно, мы проводим это после центрифугирования аспирации содержимого, либо нативного микроскопирования, когда мы получили каплю мочи, поместили ее под покровное стекло, мы проводим микроскопию, как данные, допустим, материалы, так и с помощью окрашивания. Значит, что же мы можем здесь увидеть? Естественно, в первую очередь, особенно, когда еще не очень много опыта в данных вопросах, но тем не менее, это хорошая тенденция, мы можем увидеть различные соли. Соли могут иметь разный размер своих кристаллов, разное окрашивание, расположение, группами либо поодиночке, тем не менее. Наиболее часто встречающиеся нам соли, особенно у кошек, это магний, аммоний, фосфат, он же струвит и они же трибельфосфаты. Наиболее часто они встречаются у нас. Соли достаточно такие активные, но они хорошо поддаются терапии, особенно диета-терапии, поэтому растворение таких солей не всегда представляет большую сложность. Противоположности, естественно, они образуются в щелочной среде, то есть это среда для кошек выше 6,5 ПА, то есть это в сторону 7-8 туда, в том направлении. Значит, в противоположную сторону от них находятся соли кальция, это моногидрат и дегидрат кальция, оксалаты, довольно специфические кристаллы, которые, к сожалению, до недавнего времени совсем не растворялись, сейчас вроде как говорят, что есть диеты, которые частично растворяют их, но тем не менее, если образовались уже кальциевые уролиты, то они не растворяются никаким образом, их необходимо извлекать оперативно. Значит, опять же, когда мы определяем ПАШ-мочи, мы уже должны примерно прикидывать, что у нас могут быть вот такие вот кристаллы, и если у нас их нет, мы должны думать, а, собственно, почему их нет, как бы, да, то есть искать причины, почему в данной порции мочи у нас нет таких кристаллов. Значит, кальций-карбонат как таковой у платоядных не встречается, поэтому особо там можно на него внимания не обращать, он характерен для декоративных животных, таких как кролики, морские свинки, а также для травоядных животных, это лошади, это козы, для слонов он характерен, у платоядных он может путаться с кристаллами сульфаниламидов. Значит, кристаллы билирубина, они довольно часто проявляются в виде гранул такого оранжевого цвета, имеют различную структуру, в виде иголочек, вот на заднем фоне видно как раз кристаллы билирубина. Естественно, очень часто у таких пациентов мы еще можем увидеть желтуху. Значит, по поводу кристаллов фосфатов различных, мочевой кислоты, аммония биураток, они довольно часто образуют сферообразные различные структуры, достаточно кругленькие, похожи на теннисные мячики при микроскопии, и могут также образовать достаточно крупные камни уже впоследствии. Поэтому первое время, когда вы будете пробовать делать микроскопию садка мочи, желательно пользоваться атласом. Кроме того, кристаллы цистина очень нечасто встречаются и обычно являются ненормальной патологической находкой, когда уже у животного есть различные дефекты по типу цистинурии, то есть это врожденные патологии. Поэтому встречаются они достаточно редко и обычно в кислой моче. Значит, гидрогенные различные кристаллы могут быть связаны с введением лентген-контрастных веществ, пуринола и различных антибиотиков. Поэтому они могут быть приняты за микромонокальция, но это не они. Значит, из картинок, в принципе, что мы здесь видим. Такие похожие на звездочки, это кристаллы билирубина. Далее несколько разных вариантов кристаллов струбитов. Это кристаллы от животных разных. Плюс мы здесь видим в микроскопии достаточно большое количество эритроцитов, лейкоцитов, не окрашенных, но тем не менее. И в нижнем левом углу две пробы – это моча, уже находящиеся в мониторинге под контролем диетического кормления животного. Этон диета СД направлены на агрессивное растворение струбитных солей. Ну, далее тоже еще немножко кристаллов. То есть, в основном, это струбитные, мочевая кислота внизу, посередине, немножко оксалатов частично. В принципе, большая часть, опять же, кристаллов, наиболее часто встречающиеся, это струбитные кристаллы, имеющие форму шестигранников, прямоугольников, параллелепипедов, объемные такие. Кристаллы кальция, они иногда бывают в виде таких, как пирамидок, вид сверху, но не всегда. То есть, в зависимости от моноэлидегидрата, они немножко варьируются. То есть, в данном случае, если вы только начинаете это делать, лучше пользоваться атласом, конечно же. Значит, помимо этого, мы можем обнаруживать различные другие части микроскопированного осадка, например, виды почечного эпителия. Ну, здесь достаточно большое увеличение по демерсии, мы видим плоские эпители мочевого тракта, и мы видим большое количество эритроцитов, плюс здесь есть небольшой кусочек паразитического червя капиллярии. Ну, дальше там я о нем упомяну. Так выглядит окрашенная моча по малым увеличениям. Здесь мы видим большие те же слизи, загрязнение волокнами. Значит, большое количество эритроцитов, частичный ликоцитоз. Поэтому данные анализы требуют более детального обследования. Здесь необходимо будет микроскопия на большом увеличении. Что мы можем еще видеть? Помимо, естественно, клеточного состава различного, по поводу всяких воспалительных клеток, мы, естественно, можем видеть различный мусор. То есть, если нам принесли мочу при естественном мочеиспускании, у меня храпит собака, извините, вот, я снится какой-то сон. Значит, мы видим здесь загрязнение волосами и волокнами. Собака, проснись. Собака. Вот, спала собака, разбудила ее. Так, продолжим. Значит, естественно, такой образец для микроскопии нужно рассматривать более детально, если другого нету, как бы, да, естественно, желательно вот эти вот зоны со всякими там волокнами не использовать для того, чтобы описывать, как бы, качество самой мочи. Естественно, ну, в результате нужно, конечно, упомянуть, что абразив загрязнет нам волосами, например. Значит, опять же, что мы здесь видим, я перечислю. Это почечные цилиндры, кроме всего прочего, появляются у нас при острых поражениях почки, либо третьей, четвертой стадии поражения почек по классификации айриса хронической болезни почек. Различные эпителиальные клетки в зависимости от типа воспаления начинают идиопактические циститы и заканчивая хроническими бактериальными циститами либо пилонефритами. Клетки плоского, переходного эпителия, клетки канальцевого эпителия и неопластические клетки. Значит, в зависимости от локализации воспалительного процесса у нас, естественно, будут либо клетки эпителия мочевого пузыря, это клетки переходные и плоские, и если это уже идёт непосредственно гламеролонеферит, клетки канальцевого эпителия. Доброе утро, собака. Неопластические эпителиальные клетки мы можем увидеть в случае новообразований и подозрения на новообразование мочевого пузыря, например, если у нас есть полипы и невыясненные этиологии. Кроме того, очень часто, особенно при дивертикулах у ретро, которые встречаются спермией, когда происходит реатаксис, точнее, не реатаксис, а рефлюкс из дивертикула в мочевой пузырь, и там указываются спермии. Кокова микрофлая, как результат также рефлюкса, лейкоциты и ретроциты я упомянула, из более редких находок это грибковые клетки, это клетки водорослей, у нас они встречались, говорят, что у коллег были случаи, пыльца растений очень часто при естественном лучшем спускании, как волосы и волокна, а вот яйца и взрослые гельминты нам попадаются довольно часто. Чаще всего у нас попадаются капиллярии. Это такая нематода, которая обитает в мочевом пузыре, и откладывает там свои яйца, эффективно себя размножается, вызывает стойкую гематурию у животных. Кроме того, нам как-то даже доводилось видеть целого цепня в мочевом пузыре, это было очень интересно, то есть прям головка, членники, все как положено. Ну вот несколько примеров, здесь яйца капиллярии в моче при разных микроскопиях и, собственно, взрослая особь. Поэтому не всегда нужно думать, что в моче у вас волос, иногда нужно посмотреть на его кончик, конец с двух сторон, возможно, это может быть даже паразитический червь. Дальше. Ну, из клинических примеров, из последнего времени, значит, животное, это у нас кот, общеплинический анализ мочи пожилого животного старше 10 лет обратилась по причине лечения в сторонней клинике. Значит, здесь мы его лечили от теопатического цистита. В принципе, анализ достаточно благополучный. И, естественно, мы видим здесь и трипельфосфаты. Моча, напомню, взята цистоцинтезом, то есть животное до этого катетеризировали в сторонней организации. Поэтому мы видим здесь и коки, например, наличие, плюс изменение ПАЖ. ПАЖ для кошки, конечно же, здесь сдвинуто достаточно сильно, ПАЖ восьмеркой, примерно до 6,5, да. Вызвано было изменение частыми острыми задержками мочи, напомню, спазма уретры. Значит, ну, в принципе, на терапию динамика положительная сейчас у животных. Значит, дальше данное животное обратилось по причине того, что оно отказывается от пищи. Собака, ну ты меня удивляешь. Значит, отказывается от пищи, у него есть проблемы с мочеиспусканием в виде учащенного мочеиспускания, наличие крови в моче. В принципе, здесь мы видим тоже характерные изменения. Это уже повышенное количество белка, это выраженная протеинурия. Как бы удельный вес мочи здесь еще достаточно в нормальных пределах, но мы уже видим изменения в плане замутнения мочи. Мы видим выраженную гематурию в моче, как бы, что нам свидетельствует уже о довольно сильной пролиферации в эту самую интерстицию почек. И мы видим, несмотря на то, что моча забрана с помощью цистоцинтеза, даже во время забора мочи у нас уже были тяжи, слизистые тяжи, полученные у животного стерильным способом, непосредственно в шприце мы уже видели тяжи, замутнение и достаточно крупное хлопье детрита. У данного животного был цистит на фоне бактериального воспалительного процесса. Посев они делать не хотели, но тем не менее, лечение было назначено по данным вот этого исследования, общеклинического анализа крови и назначен антибиотик широкого спектра действия, плюс специальная диета, Хиллс КД мы использовали, кровоостанавливающий тромексан мы использовали, и плюс асептические растворы внутрь, это отвар листьев брусники. Очень хорошо себе, кстати, рекомендуют он, даже в чистом видении, обязательно в составе препаратов типа Уриновед-Болк. Брусника работает и так, как бы нормально. Значит, это вот один из последних пациентов, это котик 17 лет, имеющий двустороннюю катаракту, имеющий крайне неупитанную, как бы пониженный уровень упитанности, у него третья степень гидротации, значит, животное нестабильно, находится на постоянных инфузиях в течение 12 часов инфузии с низкой скоростью. Значит, раствора рингера, помимо того, он принимает гирошпированный фортекор препараты, которые нормализуют его гемодинамику и нивелируют артериальное давление. Значит, на капельницах он демонстрирует выраженную положительную динамику в плане проявления аппетита, в плане регулярного диуреза и дефекации, но как только капельница уходит, естественно, все возвращается на круги слоя. Значит, что мы имеем по его данным? Моча получена цистоцентезом, естественно, достаточно низкий удельный вес, моча разжижена, снижена концентрационная способность почек. Белок здесь не присутствует в большом количестве, значит. Что мы еще имеем из интересного? Естественно, имеется куковая микрофлора, но у данного животного уровень тиреотропного гормона находится на 50 мг на мл, и мы можем говорить о том, что его патологию мочеводелительной системы связана также с гипертириозом. Вот это общий клинический анализ крови. Естественно, он указывает у нас на гиповолюмию. Более каких-то характерных изменений здесь трудно упомянуть, то есть не особо. Не особо. Но почечные маркеры в биохимическом исследовании, кстати, к сожалению, общий белок не выделен, идеально красиво нам показаны. То есть у нас есть повышение креатинина, мочевины, которые для данного животного уже, и общего белка, как бы, да, то есть у нас идет довольно массовая протеинурия, потеря белка, он не фиксируется, выводится. Вот. И у данного животного, к сожалению, динамика и ответ на терапию очень-очень хрупкий, как бы, да. По поводу щитовидной железы ультразвуковое исследование не показало каких-либо структурных изменений, то есть щитовидная железа у него не гиперплазирована. Она имеет диффузные изменения, характерные для кота 17 лет. Как бы, она не содержит ни кислотных, ничего образований, но, опять же, я говорю, уровень тиреотропного гормона, ой, Т4, да, общего, господи, тероксина общего, она на высшей границе нормы и, учитывая, что на момент исследования он был, как бы, обезвожен, мы, конечно, можем предполагать, что постоянный вот этот повышенный гормон нам имеет вот такую вот картину влияния. Значит, определение... Дальше мы должны поговорить по поводу, все-таки, оценки качества работы почек в плане функционала. Значит, это уже более, как бы, сложные методы, более требующие больше внимания, требующие каких-то рутинных исследований, требующие стационарной работы. Почему? Потому что есть несколько способов проверки качества работы почек, и они достаточно затратны в плане рабочей силы и порой расходников. Значит, опять же, напомню, что есть классификация АРИС, характеризующая хроническую болезнь почек, в зависимости от стадийности, по концентрации уровня креатинина в моче. В зависимости даже от этих показателей, да, креатинин и плюс мочевина в плазме крови, мы можем уже оценивать стадийность заболевания, делать прогнозы и учитывать потребности животного в адекватности терапии, как бы, да, то есть, если у нас, мы видим, вот, допустим, у нашего кота, который я вам продемонстрировала, у него уровень креатинина где-то 250, да, то мы однозначно, у него есть, как бы, довольно тяжелая кахексия, у него есть и гастрит, и уремический, который здесь указан, и выраженный метаболический ацидоз, да, мы однозначно говорим о третьей стадии хронической болезни почек. Есть, конечно, еще дополнительные таблицы для того, чтобы более четко оценить качество работы мочеводелительной системы, но, видите, здесь очень удобно, почему, по процентному соотношению мы знаем, насколько процентов почки у нас работают. Здесь у нас, по сути, осталось четверть функциональной ткани от всей, которая была у данного животного, поэтому наша задача с вами в терапии таких животных максимально сохранить функционирующую почечную ткань. Значит, какие же основные функции выполняют у нас почки? У нас этих функций всего пять, но они настолько важны, что повреждение даже одной из них идет уже к довольно необратимым последствиям. Первое – тубулярная реабсорбция и секреция. Что же это такое? Это функция почек, которая характеризует непосредственно гомеостаз гомеостаз постоянства внутренней среды. В чем она заключается? Она определяет кислотно-щелочные свойства внутренней среды организма, она оценивает концентрационную способность почки, то есть, насколько почка сможет хорошо отфильтровать, оставить в организме то, что нужно, и выбросить то, что не нужно. Ритропоэтин. Выработка ритропоэтина – это, естественно, оценка работы качества костного мозга говорит нам о наличии анемии и наличии хронических болезней почек. То есть, при животных с хроническими болезнями почек у нас чаще всего имеют уже посттренальную анемию, связанную с снижением ритропоэза. Поэтому мы с вами в 100% случаев на таких животных обязательно используем стимуляторы ритропоэзии, это дарбопоэтин и ритропоэтин. Далее. Ленино-ангиотензин – альбестероновая система. Это система, которая контролирует уровень гемодинамики и системное артериальное давление. Это самый главный наш насос, который регулируется вторым ангиотензином. И, естественно, он отвечает за развитие хронических изменений, таких как гипертензия у животных уже с установленными диагнозами. Далее. Гомерулянная фильтрация – это самая-самая главная функция. Что же от нее зависит? Это наиболее оптимальный индикатор всех почечных функций. Она у нас определяет скорость фильтрации крови и превращение крови в мочу непосредственно. Сначала в первичную, затем в вторичную. Поэтому от того, насколько у нас быстро отфильтровывается кровь и выделяется моча, мы можем оценивать индикаторные способности почки. Ну и последнее – это выработка кальцитриола, необходимого для абсорбции кальция. Значит, развитие, снижение либо повышение уровня кальция завязано на паратериоидном гармонии. Естественно. И также оно очень часто проявляет себя при хронической болезни почек не только как самостоятельные заболевания. Значит, плюс, естественно, дальний кальцитриол, он стимулирует обратное всасывание кальция, собственно, в кишечнике и реакцируция вывес костей. Поэтому оценка уровня кальцитриола может иметь достаточно важное прогностическое значение в нашем вопросе. Далее. Немножко осталось у нас с вами. Значит, по поводу непосредственно прикладных аспектов оценки функций почек. Значит, общий клинический анализ мы, конечно, здесь учитываем, но тем не менее. Значит, какими принципами мы должны руководствоваться? Первое. Не все параметры можно оценить одновременно, поскольку, опять же, все зависит от сбора мочи, времени сбора, объема сбора, состояния животного в момент сбора. Поэтому нам нужно очень требовательно относиться к тем порциям материала, которые мы с вами используем. Дальше. Основными почечными маркерами сейчас признанными в мире стандартными международными являются креатинин, мочевина и общий белок. Поэтому это три самых главных параметра, на которые мы должны обращать внимание, когда мы анализируем животного в плане подозрений на болезни почек. Значит, на МВС, если я не ошибаюсь, осенью, который был, 2017 года, был зачитан доклад на тему новых почечных маркеров. Их разработано порядка 12. Но пока они имеют только лабораторное значение, поскольку они проходят тестирование на свою актуальность и возможность массового применения для измерений, поскольку некоторые из них могут требовать достаточно сложных инструментальных исследований. Поэтому самыми доступными и актуальными стандартами сейчас являются именно вот эти. Это точно так же, как с оценкой функции поджелудочной железы. Мы не используем амилазу для диагностики панкреатита, мы используем панкреатическую липазу как самый оптимальный маркер работы поджелудочной железы в плане наличия воспаления. Далее. Важный принцип оценки функций – это регулярные и повторные исследования. мы должны мониторить динамики. То есть, если нам владельцы говорят, что мы сдавали мочу тогда-то, тогда-то, то нет, вы должны сказать, что животное поело, не поело, пописало, не пописало, уже результат. Плюс терапия, которую вы назначили, уже будет влиять на качество мочи. Допустим, у меня сейчас есть пациент, кошка, у нее мы удалили мочевой камень уролит из полости мочевого пузыря. До операции мы провели первый мониторинг общего анализа мочи. Интраоперационно мы взяли следующую мочу. Далее, прошло пять дней, мы сделали еще общий анализ мочи. И далее, каждую неделю спустя операцию, мы проводим мониторинг качества мочи, таким образом отслеживая показатели Далее, когда животное уже будет у нас окончательно стабильно в этом плане, и сейчас оно использует лечебную диету для того, чтобы снизить уровень мочевых солей, у животного мониторинг качества мочи будет проводиться у данного животного один раз в месяц. Естественно, помимо этого, мы должны учитывать колебания показателей. В зависимости от тяжести процесса, чем тяжелее процесс, тем, конечно же, концентрация таких маркеров, как клетинин, мочевина, могут очень сильно варьироваться, и нам нужно обращать на это внимание, потому что даже у одного и того же животного мы можем взять анализы, допустим, подряд, 3-4 анализа в один и тот же день. У нас все время будут разные показатели, но они будут примерно одинаковыми. Поэтому нам не нужно срочно бежать менять тактику терапии, если у нас показатели варьируются, допустим, на 10 единиц, в плане, допустим, уровня креатинина, например. Поэтому не нужно пытаться сразу снизить уровень креатинина, нужно смотреть на динамику в целом за длительный промежуток времени. Далее, ну, про повторные измерения я уже сказала. Значит, кроме того, обязательно нужно проводить дифференциацию острых и хронических процессов. Для этого сейчас есть много различных способов. Прошу прощения. Начиная от банального ультразвукового обследования, оно, конечно, имеет и плюсы, и минусы. Мы видим достаточно крупные изменения, это макроизменения, но микроизменения мы можем увидеть только с помощью биопсии почки. Потому что вообще стандартом золотым влечении болезней почек сейчас считается биопсия почки. Если у нас есть подозрение на какую-то проблему, нам нужно обязательно в идеале брать биопсию почки, поскольку только гистологическое исследование покажет оптимально, что, как, где воспалилось, если там микрокристаллы уже в области почечных канализов и так далее. И плюс гистология помогает указать конкретную стадийность процесса. Потому что все остальные методы, они как бы косвенно указывают на проблему. Тоже креатином, очевидно, они не непосредственно указывают. Но биопсии почки процедура достаточно сложная, которая требует очень большого навыка. Не все ее могут провести. Достаточно только, ну, как опытные коллеги, могут ее сделать. У нее есть очень много нюансов в технике. То есть мы не можем брать прямым проколом ее перпендикулярным. Она берется только вдоль всего мозгового слоя. То есть свои технические особенности для того, чтобы взять максимально качественный срез почки и не повредить ни кровеносную систему почки, ни подходящие к почке кровеносные питающие сосуды, ни какие-либо нервные сплетения. Поэтому данный вопрос должен заниматься отдельно доктор, который проводит такие виды исследований. Значит, ферментативный уровень почек, да, конечно, должен исследоваться. И уровень карбомилированного гемоглобина – это идеальный уровень оценки динамики мочевины. Конечно, сейчас такой возможности есть не у всех, но если у вас такое есть, то вы можете мониторить мочевину непосредственно таким образом. Значит, по поводу оценки глумерулярной функции. Значит, что же у нас здесь важно? Опять же, возвращаемся к тем самым почечным маркерам. Мочевина, креатинин, ну и далее сопутствующие – это цистаин С и протеин. Значит, мочевина – это вещество, которое образуется у нас в печени непосредственно из аммиака. Дальше фильтрация производится кубочками почечными и реабсорбируется в канальцах. Собственно говоря, наличие мочевины в моче указывает на приренальную, то есть перед почками азот и мию, да, но это не всегда является точным маркером. То есть нам параллельно нужно смотреть на другие показатели, такие как остальные почечные маркеры и печёночные маркеры. Креатинин. Креатинин – это вещество, вырабатываемое скелетной мускулатурой. Значит, при распаде мускулатуры он активно фильтруется, не всасывается и не секретируется. И поэтому, если он у нас обнаруживается в моче, то здесь мы уже конкретно пользуемся таблицей Айрис и по уровню креатинина определяем стадийность хронической болезни почек. Цистаин С представляет собой негликозильный цистаиновый ингибитор протеиназы. Это достаточно редко используемый фермент, как бы только в тех лабораториях, где есть возможность его взять. Поэтому, я думаю, Лёма Сталлица имеет смысл, он для нас, как для рутинных исследователей животных, он не представляет особого значения. Протеин. Значит, нарушение гномерулярной функции, собственно, приводит к появлению протеина в моче. Поэтому, ещё раз говорю, белок в моче может быть в двух видах. Это микроальбуминурия и макроальбуминурия. Значит, наличие небольшого количества альбумина в моче – это уже маркер, но не всегда болезни, как бы совсем не болезни мочеводивительной системы. Он может говорить о болезнях нижних мочеводящих путей, о наличии новообразований и о болезни сердечно-сосудистой системы. Поэтому в одиноком виде протеин не говорит о том, что у нас есть поражение почек. Например, при острой задержке мочи протеин может присутствовать в результате элитических процессов собственных клеток мочевого пузыря, либо расщеплений клеток микроорганизмов, которые находятся в мочевом пузыре. Значит, как же мы должны оценивать функцию почек? Этот вопрос достаточно сложный. И занимаются обычные доктора отделения и реанимации интенсивной терапии, либо это доктора-стационары, которым необходимо оценивать стабильность пациентов, находящихся в тяжелых состояниях, на постоянных инфузиях, например. То есть это животные либо острых состояний, либо это уже терминальные состояния той же третьей-четвертой стадии. Значит, здесь мы пользуемся какими терминами? Первый – это клиренс. Клиренс о чем нам говорит? Это объем плазмы, который у нас в чистом виде, очищенный от какого-либо маркера, принимается как качественной за единицу времени. То есть сколько у нас проходит плазмы без почечного маркера за единицу времени. Собственно, маркер скорости клубочковой фильтрации является индикаторным веществом. То есть мы должны выбрать, например, мочевину, либо, допустим, креатинин. И относительно данного показателя мы уже рассчитываем дальнейшее качество скорости фильтрации. Непосредственно почечный клиренс – это показатель, который говорит о концентрации маркера в моче, который умножается на общий поток мочи и делится на среднюю концентрацию вещества в плазме. То есть таким образом мы находим, сколько вещества у нас выделяется за единицу времени при данном объеме. Значит, и клиренс плазмы – это непосредственная доза маркера, которая делится на показатель точки, когда данный маркер в моче уже в плазме не фиксируется через какой-то период времени. Опять же, это все достаточно, без клинических примеров достаточно сложно оценить. Здесь непосредственно необходимо брать животное и с ним работать. Чаще всего, к сожалению, такая возможность есть у тех клиник, где есть стационары, где проводится постоянный мониторинг объема инфузии, объема мочеиспускания у животного со взвешиванием каждой пеленки, взвешиванием животного до и после капельницы и так далее. То есть рутинный микромониторинг. Значит, скорость губочковой фильтрации в норме. Она нам нужна, кроме того, для оценки анестезиологических рисков, естественно, потому что животные со сниженной губочковой фильтрацией имеют риск ауремических кризов и острых нефропатий на операционном столе. Поэтому от 2 до 5 мл в минуту на килограмм – это оптимальная скорость фильтрации. Все, что ниже либо выше, уже является патологией. Но если выше, и при этом мы вливаем большой объем жидкости, то тут нужно делать пересчет. Все, что ниже 1,5 мл за минуту в килограмм веса, уже патология, такие животные находятся в группе риска, им требуется восполнение ОЦК и контроль артериального давления, естественно, и сразу же. Значит, по поводу методов. Методы оценки фильтрации, их существует несколько. Они, опять же, достаточно затратные в плане трудовых ресурсов, но тем не менее, если рассчитать, то по оценке уровня инулина в моче и данный метод является золотым стандартом. Почему? Проводится постоянная инфузия в течение 1 часа. Каждые 20 минут обираются пробы. Всего 3 пробы, в которых оцеливается уровень инулина. И по его динамике мы смотрим, есть ли у нас положительные тенденции, либо их нету. То есть, насколько почка способна адекватно отфильтровывать. Далее. В плазме крови используется йогексол. Йогексол, значит, у него тоже достаточно трудный протокол, плюс он дорогостоящий. И, опять же, допустим, мы у себя в клинике не можем позволить себе такое исследование. Мы чаще пользуемся методом ограниченных проб. Это изменение массы тела, сопоставленное с объемом влитой и вылитой из организма жидкости. То есть, оценка клеранса настолько косвенным путем. То есть, клеранс жидкостный клеранс. Значит, по поводу оценки тубулярной функции. Значит, что мы можем сказать? Уже немножечко осталось. Значит, она у нас отвечает за что? Она у нас отвечает за выведение и задержку жидкости в организме и, естественно, степень гидротации, влияющую на уровень гормона базопрессина, он же антидиуретический гормон, и, естественно, на ренально-гипофизарную систему. Поэтому все, что касается объемов, это вот сюда. Значит, удельная плотность мочи должна сравниваться с плотностью крови и по первичному фильтрату. Если у нас данные показатели имеют отклонение по сводным таблицам, то здесь мы тоже уже должны сразу иметь в виду, нужно ли вливать нам, допустим, альбумин, либо нужно ли нам приливать плазму крови животному, если у нас есть потеря белка активная, например. Когда мы видим, что плотность мочи и плотность крови, например, становятся примерно одинаковыми, либо, допустим, моча становится сильно разбавленной, здесь обязательно нужно сразу мониторить уровень почечных маркеров в крови. Тест с лишением воды чаще всего проводится у животных с эндокринопатиями для установки диагноза на болезнь Пушинга, на сахарный диабет. Но данное тестирование проводится в течение суток, и оно очень чревато, поскольку у животного, испытывающего полиурию, полидипсию, убирается жидкость и оценивается качество его жизненных показателей вплоть до наступлений критических. Поэтому мы не всегда можем этого допустить, особенно если наши пациенты нестабильные. Тест фракционной экскреции, уровень экскреции элитролитров, допустим, калий, натрий, хлор, кальций, моча берется и определяется уровень данных показателей. Хорошо, но дорого как бы. Если у вас есть электролитник, и вы сразу можете в плинке посмотреть, это замечательно. Сравниваете с уровнем элитролита в крови, проводите, соответственно, анализ. Остается, не остается, что нужно добавить. Тут же здесь мы, естественно, можем оценить уровень гипокалиемии или гиперкалиемии. Очень часто бывает гиперкалиемия, угрожающая остановка сердца. Поэтому из всех этих методов наиболее простой, конечно, это оценка гламурулярного качества функции. Например, нам удобнее всего проводить с количеством выделяемой жидкости. Поэтому если вы хотите проводить данные исследования, то, конечно же, вам нужно будет немножечко заморочиться. Значит, в принципе, по оценке функции у меня на сегодня все. Если какие-то вопросы, буду рада, пожалуйста, напишите, может быть, обсудим. Если сейчас не будет, то на перспективу. Есть ли вопросы, коллеги? Скажите, пожалуйста. Коллеги, есть ли вопросы? Напишите, пожалуйста. И вам спасибо большое. Ну, если вопросов нету, то тогда можем на этом закончить. В принципе, мы сегодня довольно плодотворно с вами поработали. Так, по поводу вопросов. Сейчас, секундочку. Спасибо, Нино. Тоже спасибо, Оксана Николаевна. Следующая тема. Хотелось бы вопросу не по ходу действия, а уже подготовленные. Я думаю, что можно было бы поступить так. Вы можете мне на электронную почту сбросить список интересующих вас вопросов, и мы сделаем отдельный какой-то вебинар по типу круглого стола и обсудим с вами какие-то интересующие аспекты. Я надеюсь, что смогу на них ответить. Если вам это будет удобно, я думаю, мы могли бы так поступить. Как вы считаете? Напишите, пожалуйста. Хорошо. Тогда давайте так и поступим. Электронная почта моя указана, либо вы можете взять ее у Анны Олеговны. И накидайте список вопросов. Может быть, даже я чисто по ним сделаю какую-то такую зарисовку, и мы с вами ее сможем обсудить. И вы заодно можете своими какими-то случаями поделиться. Я думаю, будет очень интересно. Можете здесь, в принципе, в общий чат сбросить какие-то свои случаи. То есть, я думаю, это будет здорово. Спасибо большое вам, Елена, тоже. Ну, тогда на сегодня у нас с вами все. Спасибо вам большое. Было очень приятно. Надеюсь, что до следующей встречи. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.